Опустили школьные коридоры и классы. С 22 декабря школьники ушли на зимние каникулы. И пусть учебный год достиг пока только экватора, приближение 2017 года нельзя оставить без подведения итогов. Самым большим испытанием для нашей системы в этом году, к сожалению, явилось введение новой системы оплаты педагогов. Мы все очень надеялись, что эта система принесет нам позитивные изменения. Было очень много работы в процессе апробации системы, в процессе моделирования. И в итоге мы получили систему, в результате которой треть наших педагогов стала получать зарплату меньше, чем была в прошлом году. Несмотря на неоправданные надежды, педагоги продолжают успешно развивать таланты и способности в детях. Это подтверждают результаты централизованных экзаменов. Наши школы занимают устойчивый, высокий уровень в государстве по таким предметам, как математика, русский язык, как родной язык, физика, химия, биология. Выпускники наших школ показали результаты гораздо более высокие, чем средние результаты по республике. Кроме того, пять учебных учреждений города по результатам централизованных экзаменов вошли в 20-ку лучших школ страны. Это Государственная гимназия, Польская гимназия имени Пилсудского, Русская средняя школа лицей, Третья школа и Школа Саулес. Учебные учреждения города успешно привлекают финансирование Европейского союза. В этом году для реализации различных проектов, направленных на усовершенствование педагогического мастерства, было получено более 148,5 тысяч евро. Помимо учебного процесса, большое внимание школы города уделяют воспитательной работе. 11 школ нашего города ввели программу поддержки позитивному поведению, что обязательно должно позитивно сказаться на среде школ, на взаимоотношениях внутри школ, между учениками, между учениками и педагогами. И детские сады изъявили желание ввести систему поддержки позитивного поведения в своих учебных заведениях. Как призналась Марина Исупова, она с оптимизмом смотрит в будущее, а для больших достижений призвала педагогов, детей и родителей к сотрудничеству. В преддверии Нового года я хотела бы пожелать всем нашим горожанам, поскольку каждый горожанин, тем или иным образом причастен к системе образования, больше времени уделять своей семье, больше времени уделять своим детям и своим близким. И пусть Новый год для нас всех придет с новыми идеями, с новыми ожиданиями, и пусть у нас всегда находятся возможности их реализовать. Председатель Совета ректоров Латвии Арвид Баршевский схарактеризует уходящий год как успешный. Для высшего образования он был довольно спокойным, набор студентов прошел хорошо. Единственный минус – недостаточное финансирование, но в таких условиях вузы живут уже не первый год. Высшее образование как-то политики не очень любят, и поэтому, может быть, это такое, наверное, самое большое испытание, что все равно мы продолжаем жить с таким кризисным бюджетом, но с другой стороны, все вузы тоже немножко перестроились и смогли, научились писать проекты и по-разному привлекать средства. 2016 год для Дагуфпилского университета прошел под знаком 95-летнего юбилея вуза. Этому событию были посвящены многочисленные мероприятия, конференции, выставки. Ко всему прочему, вуз принял новую стратегию развития на следующие пять лет. Как говорит Баршевский, с целью перед собой вуз ставит амбициозные. Начнется же год для Дагуфпилского университета с новых проектов, благодаря которым удастся улучшить материальную базу вуза, утеплить корпуса. Перед Рождеством, перед Новым годом всегда хочется пожелать немножко такой тишины, немножко более такого белого праздника, светлого праздника, потому что за год мы, наверное, все достаточно устаем, и вот хотя бы в эти самые темные дни года хочется, чтобы больше света было. И также я хотел пожелать бы и студентам, и преподавателям, всем сотрудникам университета тоже, наверное, больше оптимизма. Ставить, наверное, выше немножко планочку, чем мы обычно ставим.